В этот день, 2 июля 1556 года, отряды воеводы Ивана Черемисиного вошли в Астрахань. Астраханское ханство было присоединено к русскому государству. 2 июля 1860 года в только что присоединенном Приморье в бухте Золотой Рог был основан город Владивосток. 2 июля 1942 года погиб Евгений Катаев, он же Евгений Петров, один из авторов книг об Остапе Бендере. Катаев был фронтовым корреспондентом, и в этот день он летел на самолете в районе Новороссийска, когда их борт атаковал истребитель Люфтваффе. В этот день, 2 июля, родились Надежда Ганнибал, мать поэта Александра Пушкина, живописец Константин Маковский, один из основателей движения «Передвижник». Просим позволения рассказать перед Советом несколько слов. Мы подавали два раза прошение, но так как Совет не нашел возможным исполнить нашу просьбу, то мы, не считая себя вправе больше настаивать и не смея думать об изменении академических постановлений, просим покорнейший Совет освободить нас от участия в конкурсе. В ноябре 1863 года эти слова казались почти что революционными. И вид 14 студентов-художников, что решили отказаться от традиционного экзамена в академии. Они по очереди положили заявление об отказе и покинули Совет Академии Художеств. Этот день так и прозвали «Бунт 14». Позже, особенно в советское время, этому шеству придавали чуть ли не акабинский смысл. И по высочайшему повелению над студентами был установлен полицейский надзор. Однако время показало, что меры эти были излишними. И бунтари эти никакими бомбистами не были, просто их тяга к реализму сильно разошлась с так называемым академическим искусством. Бурлаков на Волге было бы сложно представить с традиционными нимфами, наядами и токами. Да, эти студенты-бунтари и составили знамятое «Товарчество передвижных выставок». Среди 14 есть и имя Константина Маковского. Он, как и остальные, стал одним из основателей движения передвижников, подлинно народного искусства. Хотя ему, как никому другому, наверное, было тесно в любых рамках. И «Товарчество» он покинет одним из первых не случайно. Маковского обожали в академии. Обожала профессура. Он подавал огромные надежды в историческом жанре. За год до бунта 14 Константин написал ставшее знаменитым полотно. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. Уже в годы дружбы с Крамским и в пору расцвета передвижничества Маковский больше всего пишет картины на народную тему. Наибольшую известность получили его дети, бегущие от грозы. Это далеко не единственная работа на эту тему. Но что характерно, лица его героев не изможденные, не вызывающие жалости, как у Репина или Перова. Обышущие здоровьем, красивые, белокурые. И случайно Маковский так и не порвался к академии, как сам радикальный его товарищ. И вскоре он стал самым модным художником времени. И писал он картины на любые темы с неизменной легкостью. Можно в жанре бытовой живописи, можно портрет знатного вельможек, а можно историческое полотно. Его боярский стиль пользовался успехом даже в Европе. Маковский едва ли не больше остальных современников писал на тему русской старины. Чему в помощь была его тяга к коллекционированию антиквариата. Об идее его коллекции художник говорил так. Красивая старина. К 1880 годам квартира художника больше походила на музей. Предметы коллекции часто служили декорациями для создания живописных полотен. Так и в работе «Боярский свадебный пир 17 веке» критики отмечали мельчайшие совпадения деталей с историческим костюмом и обстановкой того времени. Вершиной этой исторической линии стала грандиозная картина «Воззвание Минина к нижегородцам». Это самое большое станковое полотно в истории России. Его размеры – 40 квадратных метров. И писал он его 6 лет. К концу 19 века Маковский был сказочно успешен и воскребован. Об его гонорарах ходили легенды. За одну и ту же тему Репин мог запросить полторы тысячи рублей, а Маковский – 20. Маковский признавался. «Я зарабатывал громадные деньги, жил с царственной роскошью и успел написать несметное количество картин и картинных панно, портретов, этюдов и акварелей». Бунт 14 так и остался в биографии Маковского чем-то вроде юношеского порыла. Всю остальную жизнь он без устали работал и работал. Его творческое наследие сегодня насчитывает около 100 полотен. Он участвовал в оформлении храма Христа Спасителя в Москве. Его картины везде – от лучших музеев мира до школьных учебников по истории и искусству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова